Мы научились с вами создавать выражения в синтаксисе записей. Мы научились с вами также использовать синтаксис записей для порождения измененной структуры на основе некоторой существующей структуры. Следующий момент, который нам нужно обсудить, это как синтаксис записей можно использовать в сопоставлении с образцом. Давайте вернемся к нашему типу данных Person и посмотрим, как это делается. Итак, тип данных Person определен так же, как на прошлых степах. Давайте поставим следующую задачу. Написать функцию, которая принимает значение типа Person и возвращает нам строку, которая состоит из имени и фамилии, разделенной пробелом. Самый простой способ при наличии синтаксиса записи это передать сюда переменную в качестве аргумента. И дальше использовать наши функции аксессора и метки полей для доступа к соответствующим полям. То есть мы берем и пишем имя, потом пробел и фамилия. Следующий способ, который использует сопоставление с образцом, он выглядит следующим образом. Он никак не использует на наши метки полей. Вместо этого он осуществляет обычное сопоставление с образцом. Синтаксис записи такое допускает. Мы просто связываем попозиционно соответствующие элементы типа произведения. Связываем FirstName и LastName с переменными fn и lm. Дальше пишем подчеркивание для возраста, которое нас не интересует. И в правой части используем эти самые связанные переменные на основе обычного сопоставления с образцом. Однако существует третий синтаксис. Третий синтаксис заключается в том, что мы можем сделать то же самое, что мы делали в прошлом случае, но только используя не позиционный способ записи, а именованный способ записи с использованием метки полей. Мы говорим, что мы связываем переменную ln с полем LastName, fn с полем FirstName. И дальше правая часть выглядит так же, как в предыдущем примере. Этот синтаксис, вообще говоря, который у нас используется в третьем случае, функция name2', выглядит гораздо более тяжеловесной, чем синтаксис второго случая. Однако на самом деле этот синтаксис более выгодный для больших структур. Действительно, представим себе, что у нас в типе данных Person не три поля, а, скажем, 20 полей. Если бы мы использовали второй синтаксис, синтаксис обычного сопоставления с образцом, мы должны были бы поместить здесь 20 символов подчеркивания. А, сказав, что эти поля нас не интересуют. В случае же с использованием меток полей, мы по-прежнему написали бы в точности такой же код. То есть мы связали только те метки полей, которые нас интересуют, а остальные метки полей игнорируются, они нам не нужны. Таким образом, синтаксис записи может использоваться и внутри образца. В синтаксисе близком к тому, как он используется для других целей.